Насколько вообще маркетологов пускают в разработку продукт? Ну, то есть, может быть, есть дизайнеры, которые не хотят его пускать, ставить определенный дизайнер, а маркетолог говорит, слушай, ну, вот этот дизайн не очень будет продвигаться. Смотри, как ты себе подашь. Ну, то есть, наверное, главное, чтобы сходились идеи, наверное, мысли. Вообще, по-хорошему, маркетолог должен давать, скажем так, по поводу дизайнера. На каком стыке, то есть, тут вот эта история работает? Ну, смотри, у меня были разные форматы работы. Был формат, когда мне приходилось встраиваться в уже существующую команду с уже готовыми идеями, уже с чем-то реализованным, и это все докручивать. А был формат, когда меня приглашали и говорили, слушай, на, набирай кого хочешь, на тебе бюджет, как бы, создай нам конфету. Как бы, я под себя уже собираю дизайнеров, которые могут наилучшим образом реализовать мою концепцию. То есть, мне не нужен просто пиздата дизайнер, мне нужен тот дизайнер, который меня поймёт. И, как бы, вам тоже советую. Не надо просто искать пиздатых, там, подрядчиков. Найдите таких, с которыми вам комфортно, и которые вас услышат, которые поймут вообще, что вы хотите-то. Потому что, например, как вот у меня с музыкой, там, я на протяжении 10 лет работаю с одним и тем же звукорежиссёром, санпродюсером, аранжировщиком. Почему? Потому что он меня понимает. То есть, я прихожу, у нас, у нас похожие вкусы в музыке, но 99%. Мы слушаем одно и то же, это раз. То есть, мы можем референсы просто вот так вот по щелчку пальца генерить. Я ему говорю, слушай, а давай вот как вот у него, да, там, как у Моби или как в Modern Token, или там, как у этого. Он говорит, да, заебись, всё. Он тут же понимает, тут же это реализовывает. А если был другой пиздатый, условно, санпродюсер, он вот такой, а как это? Давай послушаем, окей, повторю, копирую, это уже не то. Потому что это поток. Это как бы, ну, поток сознания, который должен другой быстро подключиться к нему. Вот. Это раз. Второе. Вы не должны, вот это важный момент, да, вот опять же из моей практики, вы не должны объяснять дизайнеру, как ему рисовать сайт. То есть, вы не должны, вот знаете, вот многие меня, у меня как было, знаете, типа, передай ТЗ дизайнеру. Да это чушь. Я не должен передавать ТЗ дизайнеру. Дизайнер сам, блядь, должен мне предложить, как он может реализовать мою концепцию. А там уже да, да, нет, нет, да, получается? Конечно, конечно. А у нас как? У нас, типа, ты же маркетолог, давай там нарисуй, там, напили там ТУ, да, там ТЗ, объясни, там, раскидай, блядь, пропористом, да, там, я что, дизайнер, что ли? Ну, типа, пусть мне дизайнер это сделает, а я уже скажу, да, да, нет, нет, да, я ему, конечно же, скину какой-то референс, на что это должно быть похоже. Я ему, как бы, основную концепцию накидаю, в каком направлении развиваться, но он сам должен все предложить. То же самое с таргетологами. То есть, как бы, у меня вот многие тоже там, типа, а что написать в рекламе? Давай, накидай мне офферов. Я говорю, да, блядь, ты мне накидай, ты же, блядь, таргетолог. Ты мне накидывай, а я тебе скажу, да, да, нет, нет. Тут еще интересная история, например, с тем же Оффвайтом, потому что, по сути, он сам себе как будто бы маркетолог и был, кажется. То есть, вряд ли к нему в дизайн лезли вообще в конец. Он не маркетолог. Нет, ну, понятно, он не маркетолог. Он изначально дизайнера, динджейера вообще был, продюсер. Я помню. Это называется визионер. То есть, в компании должен быть визионер. Вот как у Степ Джобс. Его тоже можно назвать маркетологом, но он не маркетолог, он визионер. Что такое визионер? Визионер – это человек, который знает, что нужно сделать, как это нужно сделать, куда компания движется. И, соответственно, под свой визион, под свое видение, он уже набирает команду маркетологов, дизайнеров, кого угодно. И они уже реализовывают это. Но они реализовывают его видение. При этом усиливая его видение своей экспертизой. То есть, не обязательно тебе быть охуенным продажником-маркетологом, чтобы это все на 100% реализовывать. Но важно, чтобы у тебя было видение. То есть, видение концепции, вот как раз-таки про то, что я говорю, что когда ты концепцию передал клиенту, все, там, по сути, дело за малым. Пойти-то и сделать. Самое сложное – это концепцию поймать. У меня даже был спич, долгий такой спор с одним из маркетологов, Киром Улановым, с которым, кстати, тоже книгу написали, должна выйти скоро, о том, что важнее – идея или реализация. Он говорит, реализация важнее. Я говорю, да нихуя реализация не важнее. Там Павел Гетельман тоже об этом говорил, да, типа, реализация важнее. Многие говорят, типа, вот, там, этот, как его, господи, который, неважно. Короче, многие коучи, маркетологи, бизнесмены говорят, реализация важнее. Я с этим не согласен. Почему? Потому что изначально перед реализацией должен быть мощный импульс. Импульс – это видение, концепция. Если концепция есть, и она реально зажигает всех сотрудников, всю команду, и человек действительно понимает и верит в это, это намного ценнее, важнее и сложнее, чем нежели просто взять и реализовать. Потому что для создания этой концепции человек должен быть образованным, да, там, мудрым, начитанным, там, как бы, разбираться в жизни, в трендах, да, там, как бы, иметь энергию на то, чтобы все это запустить, собрать необходимых людей. Это сложнее, чем просто начать реализовывать.